Привет, друзья! В пятом туре Всемирной шахматной олимпиады в матче Украина-Венгрия встретились герои наших предыдущих разборов, нестареющий Василий Иванчук и шахматный рок-н-ролльщик Рихард Раппорт. Василий Михайлович вновь играл белыми и пошел пешкой от ферзя. Рихард отвечает выходом коня и после продвижения Ц4 фианкетирует чернопольника. На доске разыгрывается защита Грюнфельда. Гипермодернистское построение, в котором черный уступает противнику центр, но при этом планирует оказывать на него фигурное давление. Вот только в партии украинский гроссмейстер отказывается от самой принципиальной линии с захватом центра в пользу спокойного развития фигур. Рихард готовит рокировку, Иванчук выводит слона на поле Ф4 и после двух нулей перебрасывает ладью на линию, которая вскоре может скрыться. Основным ходом здесь является взятие пешки, но в партии венгерский гроссмейстер применяет очень редкое продолжение слон Ж4, который, между прочим, движок не осуждает. Василий открывает дорогу слону и, пользуясь необеспеченным положением белого короля, раппорт подрывает центр. Михалыч жирает пешку черный и меняется на поле Ф3 и засандаливает коня с целью добраться до пункта С3. Конечно же, меняется на поле Е4 нехорошо, поскольку в конце варианта черный идут шаг к королю, лишают его права на рокировку и захватывают инициативу. Так что в нашем поединке Иванчук тяпнул еще одну пешечку, Рихард пробивает на поле С3 и после взятия создает ни много ни мало, а угрозу мата в один ход. На оборонительное ладья Д1 королева убегает на Е6 и Иванчук атакует коня раппорт восстанавливать материальное равновесие. Белый с темпом атакует сильнейшую фигуру противника и ферзь уходит на поле С6, не опасаясь острых бивней вражеского слона. Объективно сильнейшим здесь был ход ферзи в 6 в случае взятия пешки на поле Б7. Черный меняется, дальше завершает развитие нападая на ладью и при отступлении на поле Д3 выменивает защитника слабой пешки. Постепенно отыгрывает пехотинца, после чего на доске возникает безжизненная пустыня. Но в партии венгерский гроссмейстер хочет явно большего. Он отрезает дорожку королю в убежище и угрожает неприятным шахам. И белым нужно было пойти слона 6 нападая на ладью, которая не может уходить из-за взятия на поле Ф7. В случае шаха король идет на поле Д2 и если черный играет ферзь Б2, то белый забирает лошадь на поле Д3 в явно лучшей для себя редакции. Хотя и здесь белым придется играть продельно, точно для того, чтобы не получить матец. В нашем же поединке Иванчук нападает на сильнейшую фигуру противника. Рихард закаспаривает коня, после отступления жертвует лошадь, Иванчук забирает на поле Д3. Но согласитесь, позиция из выше приведенного варианта выглядела гораздо более перспективной для белых. Тем временем Рихард бросается конем в атаку, намеряясь наказать белого монарха за нарушение техники безопасности и работу без индивидуальных средств защиты. Иванчук защищается от шаха черный и связывает слона. Еще не поздно было пойти слона 6 нападая на ладью. В случае продвижения Е6, белый пробивает на поле Ф8, подкрепляет слона и при взятии на поле Д5, в качестве компенсации за плохую позицию короля, получает определенные материальные преимущества и шансы выжить в Эншпиле. Но под гнетом приближающегося цейтнута Василий Михайлович допускает грубую ошибку слон Е5. Черный нападает на слона, Иванчук явно рассчитывал на построение матовой батареи, но вот рапорт пробивает на поле Д5 шахом и скидывает качку, защищаясь от мата. И разем брать нельзя из-за удара на поле Ф2 с решающей атакой, хотя и продолжение в партии ненадолго продлевает сопротивление. Рихард нападает на ладью, после отступления создает угрозу коневой вилке, ладья убегает на поле, Д6 черный нападает на пешку Ц3 и сделав ход ферзь Ф4 и не дожидаясь ответа противника, на 26 ходу Иванчук сдался. Дело в том, что черный просто играет Ф6 и белые вынуждены отдать своего ферзя. Какие же выводы можно сделать по итогам данной встречи? Как и в партии против ВССО, Иванчук решил сыграть с королем в центре доски, но не смог решить поставленные перед собой противником проблемы и по сути был наказан за нарушение принципа обеспечения безопасности короля в дебюте. В результате сборная Венгрии выиграла матч у сборной Украины и продолжает находиться в группе лидеров Всемирной шахматной олимпиады. Напишите кстати в комментариях, кто по вашему мнению станет победителем этого соревнования. Ставьте лайки, делитесь роликом с друзьями, подписывайтесь на канал и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok